МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Недавно открылся, но уже функционирует на полную мощность. Юные самбисты оттачивают навыки, готовясь к предстоящим турнирам. Однако отвлечься все же пришлось, и по уважительной причине. В гости к спортсменам заглянул полномочный представитель президентов ДФО Юрий Трутнев. Раз, два, три! Здравствуйте! Сегодня здесь обучаются свыше 40 ребят, и это только самбисты. А есть еще боксеры, волейболисты, футболисты. Спортивной молодежи в Атамановке достаточно. А ведь совсем недавно все они ютились в подвальных помещениях. А сегодня говорят спасибо за просторный зал, современное оборудование и, конечно, возможность заниматься любимым делом. На данный момент сейчас количество у нас спортсменов увеличивается благодаря такому спортивному комплексу, построенному. И, я думаю, это количество будет увеличиваться. Возможно, у нас поселок самый большой, в Чеченском районе. Я думаю, до 440 спортсменов мы будем увеличивать. Юрий Трутнев пообщался со спортсменами, узнал о победах как на региональном, так и федеральном уровнях и пожелал удачи. Ребята, успехов. Вам предстоит непростая дорога. Бокс, да как и самбо, непростые виды спорта. Фото придется пролить немало, но пользы тоже будет много. Вам удачи и всего самого доброго. Модульный спортзал площадью почти полторы тысячи квадратных метров стал настоящим подарком для ребят из Атамановки. Благодаря президентской субсидии пустырь превратился в место притяжения спортивной молодежи. Самое главное, конечно, это здесь ребята, дети, тренера. Потому что пустой спортивный зал никому не нужен. А вот такой наполненный с преподавателями, с обучающимися, он же меняет жизнь мальчишек и девчонок. Он делает их более уверенным в себе. Они учатся преодолевать трудности, учатся добиваться поставленных целей. Мне кажется, это очень важно для любого человека. Поэтому здорово, что такой зал появился. Мы сейчас достаточно много на Дальнем Востоке стоим спортивных залов по разным видам спорта. И я уверен в том, что все это вместе делает сильнее нашу страну. А ребята будут счастливее. Совсем скоро такой же зал будет открыт в Чите. А в следующем году планируется открытие не менее 10 многофункциональных залов для занятий спортом в разных районах Забайкалья. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалья. Система быстрых платежей, которая позволяет мгновенно перевести деньги между своими счетами в разных банках на счета других клиентов по номеру телефона, уже давно плотно вошла в жизнь россиян. Но с 1 ноября ее ждут некоторые изменения, которые должны приятно удивить жителей нашей страны. Теперь все переводы через СБП в адрес государства, то есть, например, оплата детских садов, кружков, налогов и штрафов, будут осуществляться без комиссии. В остальном все так же. Транзакции до 100 тысяч рублей со счета на счет также останутся бесплатными. Если необходимо оплатить или отправить через СБП большую сумму, то комиссия составит 0,5%, но не более полутора тысяч рублей. С 1 ноября в России заработает электронная версия реестра воинского учета, который будет находиться в ведении Минобороны. Если вы попали в него, вам придет уведомление через портал госуслуги. Повестки в военкомат тоже станут электронными, а постановка и снятие с воинского учета будут осуществляться дистанционно. С ноября почетные доноры будут получать ежегодную выплату, не подавая официальных обращений в органы соцзащиты. Деньги зачислят автоматически на основе данных в государственных информационных системах. Некоторые пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение выплат. Это коснется тех, кому исполнилось 80 лет, и тех, кто прекратил трудовую деятельность в сентябре 2024 года. Доплаты ожидают бывших работников авиации и угольной промышленности, а также жителей сел, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет. С ноября в систему «Честный знак» будет в обязательном порядке передаваться информация о продаже пива и слабоалкогольных напитков. Без маркировки реализовывать их будет запрещено. На кассе станут следить и за сроком годности. Если он нарушен или код маркировки отсутствует, продажа будет заблокирована благодаря специальному новому программному обеспечению, которое должны установить на кассах. В Забайкалье продолжают внедрять систему маркировки. С 1 ноября 2024 года разрешительный режим вступил в силу для тех, кто занимается розничной продажей пива, напитков на основе пива и отдельных видов слабоалкогольной продукции. Предприниматели должны иметь программу для обмена сведениями и электронными документами с информационной системой маркировки, чтобы определить случай запрета продажи товаров. Разрешительный режим начинает действовать в отношении еще 8 групп товаров. То есть это такие, как духи, антисептик, БАДы, товары легкой промышленности, пиво, слабоалкогольные напитки, шины, фототовары. Предприниматель может реализовать товар только в том случае, если данные о нем содержатся в честном знаке. В противном случае система заблокирует товар и его придется списать. За нарушение разрешительного режима грозит внушительный штраф. Мы привыкли просить чек, когда делаем большие покупки, чтобы обменять или сдать товар, если что-то пойдет не по плану. А вот в кафе и ресторанах посетители, как правило, забывают о главном платежном документе, подтверждающем факт расчета. А зря. Например, если в счете были указаны лишние блюда, которые вы не заказывали, доказать свою правоту и вернуть деньги, возможно, только имея на руках чек. Посетителям в кафе и ресторанах могут выдавать три типа чеков. При этом обязательным является только один. Чаще всего гости предприятия общественного питания получают в руки предчек. Это счет с заказом и суммой. Так же, как и слип-чек, который формируется автоматическим платежным терминалом при оплате карты. Основное отличие фискального документа – наличие QR-кода, который легко отсканировать и проверить через мобильное приложение «Проверка чеков». Если чек не читается или его не выдали совсем, в приложении можно направить обращение, по которому будет проведена проверка. В отношении предприятий общественного питания, которые попадают в зону риска, а также по обращениям забайкальцев, налоговые органы проводят внеплановые контрольные надзорные мероприятия. Если факт нарушения подтверждается, нарушителю грозит штраф от 10 тысяч в отношении должностных лиц и от 30 тысяч для юридических лиц. Кассовый чек является гарантией, что предприятие общественного питания работает легально, а значит соблюдает нормы налогового законодательства. Мы заботимся о своей репутации и соблюдаем законодательство. Для того, чтобы посетитель проверил свой заказ, выдаем при чек и уже непосредственно перед расчетом формируется кассовый чек. Более 45% забайкальских кафе и ресторанов находятся в зеленой зоне. Это 156 налогоплательщиков, которые осуществляют расчеты с использованием контрольно-кассовой техники. В таких заведениях можно быть уверенным, что они добросовестно ведут свой бизнес и соблюдают законодательство. Серафима Ляхова, Анастасия Шадрина, РТК Забайкалья. Уйти от камер, фото, видеофиксации и наказания. В последнее время на просторах интернета среди автоаксессуаров легко можно встретить шторки, электромагниты и чехлы на номера автомобилей. Все они с середины октября оказались в России. Вне закона. Согласно изменению, внесен дополнительный состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2.1 ст. 12.2. Это применение устройств, которые препятствуют идентификации государственного регистрационного знака в целом. Ответственность предусматривается лишение права управления от года до полутора лет. Государственный регистрационный знак должен легко читаться, не быть перевернутым или изогнутым. Нельзя наклеивать на него какие-либо искусственные материалы. Но нередко номер машины может быть не виден из-за грязи, налипшего снега или листвы. В этом случае сотрудники госавтоинспекции должны выявить во время осмотра, умышленно ли это было сделано. Если да, то и здесь придется понести наказание. Ответственность за данные правонарушения предусматривается в виде лишения права управления от одного месяца до трех, либо наложения административного штрафа в пять тысяч рублей. Чтобы не попасть в сложную ситуацию, лучше следить за тем, чтобы номера оставались чистыми. Тем более за повторное наличие искусственных или природных материалов на регистрационном знаке можно тоже лишиться прав на срок до полутора лет. Екатерина Пешкова, Анна Бородина, Никита Дроздов. РТК «За Байкалье». В Могойтусском районе прошли межрегиональные учения по ликвидации чумы домашних животных. По легенде, на местную ветстанцию обратились владельцы личного подсобного хозяйства. У них начался падеж, одно животное уже погибло. Специалисты тут же провели клинический осмотр туши и сделали заключение – чума мелких жвачных. Этим вирусом заражаются в основном овцы и козы из симптомов, которые должны настораживать – лихорадка, клюниктивит и пневмония. Ветеринары также взяли все необходимые пробы и отправили на анализ в Лануде. На территории хозяйства были определены три зоны – эпизиотический очаг, место, где возникла заразная болезнь. Здесь изымаются все животные, которые могли находиться в контакте с больным, а также разбираются полы, стены, перегородки загона. Все это подлежит сжиганию, чтобы не допустить распространения вируса. Вторая зона – неблагополучная. Тут ветеринары проводят клинический отбор проб крови на анализы и производят вакцинацию мелкого скота. Далее после прививки через 21 день животные будут отправлены на мясокомбинат и переработаны. В угрожаемой третьей зоне сотрудники ветслужбы также проводят исследования, но уже не ставят прививку. Если результаты анализов отрицательные, то животные остаются у владельцев. Еще до начала большого концерта судебные приставы начинают собираться в холле концертного зала «Родина». Среди пришедших и ветеран – Любовь Михайловна Лобанова, которая отдала ведомству 40 лет своей жизни. Раньше работать было сложнее. Неважно, кто ты – крепкий мужчина или хрупкая девушка. Выполнять свой долг приходилось часто самим. Участковый был один на несколько населенных пунктов и не мог сопровождать приставов. Своего транспорта тоже не было, что создавало особую сложность, особенно при передаче несовершеннолетних. Любовь Михайловна вспоминает, как однажды была вынуждена перевозить ребятишек на грузовике, вместе с новобранцами, которых во время призыва отправляли в районный центр. И все время успокаивала отца, который никак не хотел отдавать своих детей. Мы с ним дорогой беседовали, разговаривали. Сказали, что бы он обратился в милицию. То есть нам нужно было каким-то образом его отвлечь. Нужно уметь услышать как должника, так и взыскателя. Уметь вести разговор так, чтобы дошло до должника, что он обязан выполнить это решение. Но у ветеранов есть достойная смена. Вячеслав Дамаев не только успешно несет службу в отделении оперативного дежурства, но и на досуге занимается сапсерфингом. Несмотря на обидное поражение в соревнованиях в 2021 году, мужчина нашел в себе силы и стал лучшим в Забайкальском крае, а затем получил и награды всероссийского уровня. В соревнованиях в 2022 году мне удалось очень хорошо выступить. Я завоевал первый свой кубок губернатора Забайкальского края. И еще четыре первых места в других дисциплинах также завоевал. Наша работа очень связана с физическими нагрузками. Мы участвуем в тренировках, сдаем физические нормативы. Поэтому спорт очень помогает работе. Также работа помогает, в свою очередь, спорту. Всех тех, кто вносит свой вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов, сегодня отметили наградами в торжественной обстановке. Труд каждого здесь ценится особо. Сегодня на нас возложены очень важные задачи по исполнению судебных решений, по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Наше управление встречает свой профессиональный праздник с определенными результатами. Только благодаря работе наших судебных приставов-исполнителей, в пользу всех взыскателей, перечислена общая сумма задолженности почти 6 миллиардов рублей. Всего в Забайкальском крае сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 сотрудников службы судебных приставов. И действующие подразделения есть в каждом районе нашего региона. Екатерина Пешкова, Анастасия Шадрина, РТК Забайкалье. Уже в четвертый раз межрегиональная хоровая ассамблея проходит в Чите. В этом году список гостей и приглашенных спикеров стал больше. Творческую встречу с коллегами по музыкальному цеху провел руководитель камерного хора Московской академии хорового искусства Алексей Петров. Мы будем готовить практическую часть программы, то есть у нас будет достаточно сложный репертуар, который будет исполняться в филармонии в субботу. И мы будем разговаривать о практических вопросах хорового испытания. Соктежу, он в третьем. Раз, два, три. Главная идея проекта – это обмен опытом. Специально для участия в ассамблее в Читу приехали хормейстеры из Благовещенска, Владилостока, Красноярска и Якутии. Вместе с тем в проекте участвуют и одаренные дети из музыкальных школ всего региона. Они, так же как и опытные профессионалы, за четыре дня готовят программу к предстоящему концерту. Но все-таки изюминкой этого концерта – это наша идея, я как бы открываю секреты – это будет хоровой массив. На сцене будет стоять более 150 человек разного поколения, то есть дети, студенты и взрослые. И будут две заключительные песни, таких достаточно яркие. Это прежде всего «Прекрасная далека» Крылатова, которую знают все. Мы специально это делаем для того, чтобы зал, который будет наполнен, исполнял вместе с нами. И, конечно же, новая песня написана петербургским композитором Сергеем Якимовым «Россия». Я очень воодушевлен, потому что я знаю уровень, на котором проходят эти мероприятия в Забайкалье. Я уверен, что все пройдет на большом подъеме внутреннем, потому что когда такое количество профессиональных людей, заинтересованных людей собирается вместе, это всегда особая атмосфера, это всегда какое-то ожидание, ощущение праздника. А кроме того, здесь же еще будет работать сводный детский хор. Вот это присутствие детства и на сценической площадке, и в рамках нашей работы она будет украшать и дарить нам особое настроение. Сангала концерт состоится уже в эту субботу, 2 ноября, на сцене Забайкальской краевой филармонии. Каждый желающий сможет увидеть итог совместной работы хормистеров со всей страны и вживую услышать исполнение любимых песен. Выставка для незрячих в таком формате проходит в часе впервые и в рамках программы «Доступная среда». Ее главная особенность в том, что посетители могут понять сюжет картины с помощью тактильных ощущений. Картина, вернее репродукция, имеет такое свойство, что на нем наклеено пластиковое изображение, которое через тактильные ощущения можно понять, что изображено на той или иной репродукции. Специально для незрячих и слабовидящих гостей выставки организаторы подготовили историю картины, написанную шрифтом Брайля, а те, кто с ним еще не знаком, смогут послушать информацию через специальный плеер. Каждый текст дополнен QR-кодом. Это для продвинутых пользователей, можно отсканировать, и вам все это прочитают аудио. Также на Тифло-флэш-плеерах это все записано тоже аудио, для незрячих это очень хорошо и прекрасно, что можно прочитать, вот побрали, это уже Татьяна Павловна говорила. Организаторы выставки добавили еще несколько интересных деталей. У каждой картины находится предмет, который передает атмосферу изображения. Например, рядом с репродукцией утра в сосновом лесу находятся еловые ветки и фигурка медведя. А у девочки с персиками лежат свежие фрукты. Я не узнал ее как бы саму, а вот потом, когда персики увидел там на этой картине, я это, ну понял, что за эта картина. И она там тоже была внизу подписана, также вот побрали. Выставка откроется уже в эту субботу, 2 ноября, в специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих по адресу город Чита, Полина Осипенко, 4. Показать язык или состроить соседу рожицу – совсем не детская забава. Каждый из этих людей тратит свое свободное время, чтобы стать примером для подрастающих КВНщиков. Фестиваль Забайкальской юниор-лиги клуба веселых и находчивых уже сам по себе может стать для школьников большой путевкой в жизнь. Но расти всегда есть куда. Мы выступаем первый раз. Детки даже говорили мне, что Наталья Сергеевна, что такое КВН. Но вот сейчас они уже понимают, вот за этих два дня полноценных и сегодня третий, дети знают, что такое КВН, как в нем работать, но нам еще многому-многому учиться. Те, кто наставляет юных КВНщиков, учатся вместе с ними. И порой руководителям команд тоже нужен совет. То, что такая поддержка необходима, официальный представитель Международного союза КВН в Красноярском крае Светлана Неделько поняла, когда ей первой удалось вывести детскую команду на фестиваль в Сочи. Ну, я увидела такой КВН какого-то вселенского масштаба. Я была впечатлена тем, какие разные ребята туда приезжают. У меня было ощущение, что вот эта мысль и творчество, оно витает в воздухе. На меня это произвело большое впечатление. Мне очень захотелось в этом остаться. Что я и сделала. Я делюсь своим опытом, опытом руководителя детских команд, руководителя ЛИК, педагога, наставника. Мне хочется рассказать об этом другим наставникам и педагогам. Каждый руководитель команды сегодня понимает, что КВН – это не только игра, но еще и способ социализации молодежи. Александр Головнин приехал в Забайкалье по программе «Земский учитель». И за год из ребят, проводивших раньше свое свободное время на улице, у него получилось сделать чемпиона в Забайкальской юниор-лиге. Я, наверное, больше всего здесь отмечу, что я проводник такой в некоторой степени. Во-первых, появились какие-то совершенно новые нормы, новые ценности. Они действительно стали дружнее, они стали собраннее, они стали увереннее в себе. Сцена многому учит, они готовятся к сцене, они ждут этого момента. И сцена немножко дисциплинирует их. Гости фестиваля отмечают, что в Забайкалье есть все условия для развития КВН-овского движения и есть желание расти. То есть молодежи есть куда прийти, есть где поиграть в КВН. Это имеет очень большое значение. А команды Забайкалья, они, конечно, очень хорошие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова